Вслед за Гвен Стэйси из своей пещерки вылез еще один динозавр. Может вы и забыли, что такая серия была на канале? Она была? Прям как суслик, да? Прошлые ролики по данной истории смотрите по ссылкам в описании. Итак, вот оно! Грандиозное возвращение! На самом деле нет. Веном. Летальный протектор. Выпуск 4. Выпуск начинается с того, что Веном дает интервью по ТВ. Да он реальный динозавр. Кто сейчас дает интервью для ящика? Сейчас в моде всякие неуспешные блогеры на ютубчике, вроде меня. Аааа, сценарий-то у нас от Мишеллини! Нет, тогда все нормально. Эдди надоело, что на него нападают всякие фрики. И раз теперь он знает, что все это из-за того, что к его спине, образно говоря, приклеен ценник, он приглашает всех желающих завтра к полудню на стадион Янки в Ронгсе. Так что теперь на него никто не будет просто так нападать. Ведь они знают, где его найти. Логично? Логично! Ведущая спрашивает, действительно ли Веном верит, что все враги будут приходить к нему по одному, а не сговорятся и не нападут вместе. Эдди отвечает, что давно выучил урок. Никому нельзя доверять. И даже это интервью, скорее всего, будет ловушкой. Ммм, как он был прав. Как раз в этот момент какие-то сватовцы атакуют Венома. Симбиот раскидал всех и был таков. На прощание Эдди говорит, что он благодарен за возможность выступить, и они могут это как-нибудь повторить. В резиденции на Манхэттене Стикс и Стоунс решают, что стоит напасть на Венома до того, как он достигнет стадиона Янки. А тем временем Веном рассуждает, в свою очередь, о том, что если он доберется до стадиона пораньше, то ему стоит сначала перекусить. И вот как раз перекусончик подъехал. По дороге Веном становится свидетелем ограбления. Парень, в попытке защитить девушку, получает удар ножом в грудь и умирает. Броку ничего не остается, кроме как наказать злодея, размазав его голову об стену. Тем временем, где-то на Карибах, под руководством Таскмастера, тренируется наш старый знакомый Дэсшилд вместе со Стилетто. Переносимся снова к Броку, который решает навестить свою бывшую Энн и узнать, как у нее дела. Как у меня дела? Ты еще спрашиваешь, как у меня дела? Мне позвонил Аллен, помнишь его? Он ушел из моей жизни навсегда. И это после того, как ты сказал ему, что ты с ним сделаешь, если он не уйдет. Но Энни жалобно скурит, Брок. Он был плохим человеком. Он бы сделал тебе больно. Это моя жизнь, не успокаивается Энн. И я должна решать сама. Может, однажды я захочу, чтобы ты вернулся в мою жизнь. Но не сегодня. Прошу, просто уходи. Брок слушается ее и уходит. Пролетая по Нью-Йорку, Веном рассуждает. Хм, тот парень на улице умер из-за любви. Энн ненавидит нас из-за любви. Может, мы слишком любвеобильны? Ха-ха-ха. От философских мыслей Венома отвлекают Стикс и Стоун. Симбиот раскидывает этих недотек буквально за несколько страниц ничем не примечательного боя. Получив нужную информацию от горя преступников, Брок задается лишь одним вопросом. «Детонатор! Где детонатор? Ой, то есть Хаммер! Кто, черт возьми, такой Джастин Хаммер?» В это время отдыхающему на Карибах Хаммеру докладывают, что Веном узнал о его участии в данной операции. «Но что мы будем делать, если он постучится в нашу дверь?» – спрашивает подручный. «Мы сделаем то, что сделает любой цивилизованный человек. Мы пригласим джентльмена войти», – отвечает «Суперзлодей». Продолжение следует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч на просторах интернета! ПОДПИШИСЛЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший конец, вкусный. Тихо.